долгожданная встреча с ефимом фиштейном в программе похищение америки а простить похищение европы здравствуйте ифим оговорка по фрейду несмотря несмотря на то что вы да но поскольку основные события так или иначе наиболее драматические происходят в америке поэтому такая оговорка хотя в европе наверно что-то вот так или иначе в нас просветите расскажите нам о тех событиях немногочисленных может быть которые происходят в европе они действительно не врачи но вакцинация европейцы идет через лоду по-моему или назад сказывал изменилась лишь то что председательница европейской комиссии фон дер лайн заявила что медленная вакцинация это есть самое правильное потому что те кто не вакцинированы спаслись то есть она спасла своим медленным распространением вакцины миллионы человеческих жизней а вот британия которая гораздо впереди по числу вакцинированных она не спасла ну то есть говорить о какой-то логике вообще не приходится но на фоне того что существует явный недостаток западных вакцин типов материалов для вакцинирования это и файзер знаменитый это и астрозенека и другие западные вакцины всех их почему-то не хватает и разумеется человек задается вопросом как могли эти фирмы подписать контракты на определенное количество вакцины и на сроки поставки этих материалов вакцинирующих и потом не соблюсти причем не соблюсти не то что одна фирма не поставила а все эти фирмы как сговорившись не поставили достаточное количество материала для вакцинирования граждан и в результате и пожилые люди я не хочу приводить собственный пример мне 74 года но и я вначале получив как бы уведомление что в первую очередь вакцинируются люди постарше потом остался с носом сообщили что вакцины нет и как говорилось в россии не предвидится и и что делать и все большее количество этих европейских политиков говорит ну что же может в такой ситуации мы русскую вакцину хотя у нее нет всех стадий проверки хотя у нее как бы действие всего на 91 с лишним процента они 95 как у других вакцин а что нам делать и вот все чаще слышатся разговоры о том что копненька мы пожалуй русскую вакцину можете себе представить такую степень бардака это делается на уровне европейского союза потому что госпожа фон дерлайн это все-таки председатель европейской комиссии то есть премьер министр переводя на политический язык нормальный пример министр объединенной европы так вот сдается что европе складывается новая традиция может быть стихийно складывается но в любом случае раскладывается по выходным дням в субботу воскресенье во всех европейских столицах проходится проходят демонстрации протеста и у меня порой складывается впечатление что речь идет не каких-то проблемах против которых против решения или не решения которых протестуют граждане этих стран эти причины и поводы самые разные но во франции жгут автомобили потом потому что они люди недовольны законом так называемая глобальной безопасности который продвигает мат президент макрон ну бельгии жгут машины и бьют стекло недовольная мигранты легальные нелегальные черт их там разберет в любом случае а это ведь столица европейского союза то же самое происходит в нидерландах даже в дании богоспасаемой почему-то возникают протесты сейчас буквально буквально позавчера воскресенье прошли массовые демонстрации опять же в богоспасаемой вене сам как говорится приветливым и уютном городке европы и что же там произошло нечто новое полицейский кордон который стоял чтобы сыграть свою роль заслона перед массовой демонстрации не пустить ее куда-то в центр города на какие-то бульвары черт их знает но этот полицейский кордон развернулся снял каски и вот такими простоволосыми эти полицейские пошли впереди колонны составляя одно единое с ней присоединившись к этим демонстрантам кто-то скажет ну и что это же драматический поворот событий да видали мы такой драматизм вы знаете как просто это сейчас решается мы живем в мире где подобные явления решаются просто чешское телевидение например решила проблему просто она что-то рассказала со слов очередной тысячной служанки о том что мелани давно не является женой трампа они давно развелись и только мы еще об этом не знаем а служанка все рассказала и так далее и ни словом не упомянули о драматическом повороте событий в соседнем городе вена это сосед чехии по существу ничего ближе не бывает так вот об этом можно просто не рассказать замолчать для ясности понимаете и то что замолчено его как бы не существует вот так делается сейчас информационная политика не существует подается средстве массовой информации мир в таком виде в котором они хотят его видеть и хотят чтобы его видели мы все что не годится для этой заготовки просто резинкой стирается из ленты и все мир остается как бы правильным вот как сейчас действует вот что называется информационная политика сегодня разумеется вам американцам хотя и нам американцам я тоже американец рассказывать долго не надо все прекрасно понимаете как надувается виртуальный пузырь виртуальной реальности рядом с вами вам говорят что это единственно важно это живет своей самостоятельной некой жизни а то что в реальности происходит на второй план отодвигается она перестает быть реальным и так перестает смотрите снова и с интересом фильм вращать собакой там все это показано вся технология просто мы не думали мы-то успехались в тряпочку и думали что это конечно фильме все можно сценаристы замечательные они придумают все нет это была технология это была методичка что называется сейчас в россии это методичка вот по ней нужно работать при не представьте себе вот эту ситуацию трагическую но и конечно часть европы я не могу умолчать думаю что и вам это интересно это судьба навального сейчас интересно сергей продолжать мне мысль конечно расскажите нет я не собираюсь давать факты все знают что он получил весь свой условный срок ему заменили на реальные и отправили тут же лагеря где если захотят они путин и его подельники он просто может исчезнуть навсегда скажут что повесился бывало такое знаете люди с удовольствием вешаются в российских лагерях бывших советских может такое произойти потому что никому не хочется что он сидел три с половиной года но не об этом я сейчас говорю он получил по полной свой условный срок то есть если отчислить то что он отсидел уже то ему предстоит сидеть два года и восемь месяцев сейчас но не это меня возмущает а способ обсуждения этого из ряда вон чрезвычайного события ну когда еще было такое событие когда еще человек собственной судьбой и отношением к своей судьбе завоевывал такое безусловное место лидера как его не отцовывали как его не отпихивали но сейчас совершенно понятно что лидер это кто это же не тот кто говорит правильные речи и даже не тот кто пишет замечательные тексты это тот кто в свои слова сам верит и кто ставит свою собственную судьбу на кон ставит свою судьбу в игру как ставит ее на кон в игру и становится тем самым человеком на которого можно ориентироваться вспомните эти плакаты которые внесли молодые люди навальный не боится и я не буду бояться то есть это сила личного примера но приходится при этом слышать этих недоумков кстати и в европе и в российской либеральной общественной мысли и в америке которая с надутым почти профессорским видом рассказывают рассказывают там раскладывая ручками ну это же ясное дело это же агент фсб вот такого они его создали и сейчас они крутят вертят мировое общественное мнение как хотят понимаете если бы путин хотел убить он бы конечно убил то есть повторяя слова пукина жарь если бы хотели убить мы бы убили да нет не получается и скрипалей не убили и вообще провалов у российской разведки больше чем успехов поэтому не всегда получается ты не об этом речь не об этом это эти люди скорее выявляют свою собственную грязную сущность существо свое свою натуру понимаете им хочется видеть в человеке агента хотя он повторяю ставит собственную жизнь на кон уж кто кто а навальный доказал это еще раз и своим возвращением в россию доказал слово но не о них даже речь может и должна идти должна идти речь о тех кто в качестве убедительного в кавычках аргумента говорят о том простите как а у него социальная программа вот он чего-то там рябь на поверхности пруда создает но какая у него социальная программа может ли он мериться с путина да разумеется может потому что не в социальных программах дела а у путина спрошу я вас есть социальная программа, он ее соблюдает, он дает россиянам какую-то надежду. Он только что в 20-м году закончилась пукинская программа, восьмилетка с 12-го года, принятая в 12-м, по которой в 20-м уже Россия должна была слезть с иглы, энергетической иглы, и каждый должен был получить по жилплощади колоссальные, знаем мы, что ничто из этой, вообще ничто из этой программы не осуществилось. И тем не менее, они говорят, а какая социальная программа у Навального? Да не нужны ему социальные программы, потому что не о программах идет речь. Последнее в нашей сегодняшней суетной и страшно хаотической жизни, это недостаток социальных программ. Не социальные программы нужны, а видение, проект будущего, понимание, куда вообще мы идем и можем идти. Но даже и не это, то, что отличает Навального. Навальный, это не тот случай, когда борется разное социальное проект. У Путина лучше, а у него хуже. Или наоборот. Нет, социальные проекты это бумажное дело. Их сегодня вы напишете, а завтра сожжете над свечкой или спичечкой, и будет замечательно. Потому что не в них сейчас дело. Дело в том, что эта борьба носит метафизический характер. Навальный живой пример того, что можно противопоставить всесильному, брутальному государству и власти этой машинерии, я бы сказал, государственной, которая не знает пощады. Так вот, противопоставить ей одну личную человеческую судьбу. человека, который говорит, а я не откажусь от своего человеческого достоинства, что бы вы ни делали, и готов заплатить за это жизнью, потому что для меня моя свобода, мое право быть капитаном собственной жизни и управлять ею, как я хочу, дороже самой жизни. Это нелегкая тропинка, это нелегкая стезя, ничего хорошего ему не светит. Я боюсь, что его, конечно, там укатают в асфальт, закатают в этих лагерях. Тем не менее, об этом нужно говорить и понимать. Поэтому-то за ним идут. Не из-за того, что у него какая-то замечательная программка, вот написал и все, и ринулись в СИЗО молодые люди. Да не так это, неправда. Для них важен и понятен, это русское, кстати, явление, понимать смысл вот такой одинокой метафизической борьбы. против мощи государства, навалившегося на одинокого человека со всех сторон. И они, русские люди, имеют то свойство, что они, в общем-то, чувствительны к такому типу борьбы. Повторяю, поэтому эти мальчики пишут там, он не боится. И мы бояться не будем. Это личный пример. Вот чем Навальный отличается. И говорит, что так придумала ФСБ, ну, замечательно придумал. Ей-богу, я поздравляю этих недоумков, которые так ставят вопрос. И очень, вероятно, довольны собой. Мы свидетели борьбы, повторяю, метафизической, где ему ничего хорошего не светит. Мы знаем другие примеры. Мы знаем, что герои прошлого не кончали хорошо. Любую Жанну Дарк потом на костре сжигали, она вынуждена была расписаться в собственном еретичестве до этого, хотя спасла Францию. Благодарности ожидать ему не приходится. И он это делает не ввиду будущей благодарности. Отнюдь нет. Это подсовывает ему всякие, вот он президент рвется и сейчас готов в лагеря уйти. Но это бред собачий, который выдает низкие и низменные чувства самих говорящих. Это не в этом дело. Он просто иначе не может. Он чувствует свое предназначение. И это жертвенное предназначение. Жертвенное. Поэтому Навального нужно понимать в этом. Меня совершенно не интересуют какие-то якобы существующие мелочи, детали, которые что-то разоблачают. Здесь важно понять суть борьбы, а не то, какие детали в прошлом или в нынешнем времени сейчас заготовила ФСБ. ФСБ становится на фоне грандиозной фигуры Навального. Они же эту фигуру и надули по существу сейчас. Но на ее фоне ФСБ становится жалкой, малокомпетентной организацией. Скорее, я бы сказал, лавочкой рога и копыта. Вот что такое ФСБ сегодня. Понятно. Ну что ж, Сергей. У меня сложилось такое впечатление, что Навальный это такой глобальный протест против системы, но при этом из того, что вы говорили, нет созидательного начала, как мне показалось. Может, я ошибаюсь, поправьте меня. Я повторяю, дело не в этом. Созидательного начала сегодня нет ни у кого. И тот, говорит о Навальном, я бы ему рекомендовал оглянуться вокруг и посмотреть, о каком созидательном начале он может говорить. Мы вступили в эпоху полной идейной неразберихи, которую можно смело назвать хаотическим, бордачным, как хотите. Полной идейной неразберихи. Поэтому требовать созидательного начала от человека, протестующего своим существом, своей сущностью человеческой. Понимаете? Он же протестует, повторяю, не выставляя какой-то другой социальный проект. И поэтому все упреки в том, что он такой-сякой, что он проходимец и националист и так дальше и так далее. Все это бред собачий. Он является олицетворением, воплощением. А воплощение не знает этих понятий. Если вы воплощение вот этой борьбы против зла, вы не знаете этих мелких понятий, что я хочу создать вместо этого зла. Сначала нужно разобраться с этим злом. Но в принципе вы правы в том, и это очень важно, что складывается впечатление, наверное, не только у меня, что в мире изменилась какая-то глобальная энергетика. Нарушен энергетический баланс. Он нарушен везде. И он ищет выхода, находит выход в бессознательных действиях масс, подвигает эти массы на восстание, на демонстрации, не кладет вопрос перед собой и себе, не задает такой вопрос. Ну вот, хорошо, мы сейчас разрушим, а что будет? Ну что, разве восстание в Таиланде, в Ирме где-нибудь, в Индии, где сейчас в Дели проходят беспорядки. Я уже сейчас беру самые отдаленные уголки, то же самое происходит во Франции, в Бельгии, здесь, да просто везде, далее везде, как говорится, в Америке, тут уж указывать не надо. Они все имеют какую-то суперрациональную основу? Да нет, конечно, нет суперрациональной основы. Просто идет процесс разрушения, разрушения старого мира и старой цивилизации, которая по каким-то причинам кажется очень многим недостаточно удовлетворяющей их запросы, их требования, их представления и так далее. Особенно молодые люди, они другого не знают и они считают, что так жить нельзя. А почему так жить нельзя и как жить можно и нужно, этот вопрос они вообще не ставят. То есть, у меня такое чувство, судя по тому, что предлоги настолько различны от какой-нибудь там Бирмы до Франции и до Америки, предлоги для вот этого разрушения старого мира настолько различны, что приходится задумываться над тем, насколько разрушен баланс энергетический, то есть, довольствие человека, удовлетворенность образом жизни и той цивилизации, вот в целом это называется парадигмой, той парадигмой цивилизационной, в которой он до сих пор жил. Поэтому ломается парадигма, на ее месте возникает пока только хаотическое нечто, это не парадигма, то, что, скажем, возникло в Соединенных Штатах пока и совершенно непонятно. Прежде чем мы перейдем к Соединенным Штатам, это довольно широкая, обширная тема, вот вы упомянули Бирму, Мьянма, по-моему, как теперь я называю, там произошел военный переворот, если можно так, по сути дела, да, военные взяли власть в свои руки, арестовали всех руководителей страны, и в связи с этим перед нынешней администрацией такое испытание на сегодняшний день, насколько я знаю, у Байдена были особые отношения с руководителем Мьянмы, это, не помню ее имя, не буду врать, женщина, которая главный советник, да, скажите, скажите, чего можно ожидать от нашей администрации в связи с тем, что там произошло, есть какие-то предположения? У меня есть самое радикальное предположение, во-первых, что касается судьбы Сутинь, так, тут медиа, как вы знаете, будучи исключительно бесхребетными, они вообще сейчас бесхребетность это показатель, это параметр, и даже параметр, я бы сказал, квалификации, определяющий квалификацию, журналист должен быть бесхребетным, так вот, почему я это говорю, да потому что Сутинь была много лет под домашним арестом, заключением, и стала лауреатом Нобелевской премии мира, как человек, отстаивающий права населения, скажем так, бедного населения, я не знаю, насколько оно бедно, богато, и как оно себя ощущает, и вот, после того, как ей дали Нобелевскую премию мира, она стала, ее партия победила, она стала премьер-министром, и до сегодня, до вчерашнего дня была премьер-министром, Вирмы, Вьянмы, и что же, и эти медиа засуетились, ну позвольте, но она же, ее правительство же проводит геноцид, геноцид этих самых роингов, роджингов, я не знаю, как по-американски звучит правильно их название, здесь в Европе их называют роингами, это мусульманское меньшинство в Вирме, и она, ее правительство провело немало, немного, геноцид против этих людей, изгнав их в Бангладеш, где они поверят братья, естественно, будущие мусульманами, так вот, стали как-то чесать в затылке, нужно ли нам называть ее воплощением мира, правды и света, вроде Ганди, новейшей, она претендовала, и вот ее сейчас, к счастью, для этих журналистов снова засадили под домашний арест, и опять, они вернулись к прежней позиции, сказали, ну разумеется, она, конечно же, человек мира и светоч, мира и прочее, потому что сейчас она не уничтожает этих роингов, не уничтожает, а вчера еще уничтожала, то есть это показывает все на прос, абсолютную бесхребетность, дезориентированность и беспомощность такого типа журналистики, беспомощность, что же касается Байдена, так первые же шаги показывают нам, какими, я извиняюсь, я становлюсь все более резким, просто потому что терпение кончается, какими идиотами выглядят российские либералы и внутри страны, и в Америке, которые все время твердили, не нам, разумеется, я всегда был скептичен по отношению к их измышлениям, то есть они утверждали, что вот придет Байден, придет Байден, придет Барин, приедет Барин, он, Барин, нас рассудит, Байден Путина прижучит, и все, и Путину последние дни доживать, потому что Байден сейчас, дальше можно было умолчать, и что же произошло, вот он пришел, уже подписал 47 указов, если не ошибаюсь, каждый днем прибывает, штук 10 еще, ну и что же, и как-то Путина он приструнил, огорошил, он ему как-то показал его место на карте мира, да ничего такого, Байден первым позвонил Путину, что российские средства массовой информации, с удовольствием подчеркиваю, он прибежал к Путину напрашиваться, и что же, Россия тогда, между прочим, мечтала о том, чтобы просто продлить безвременно, просто продлить по факту договор типа старт о сокращении количества ракет средней дальности, вы понимаете, о чем я говорю, этот договор доходил из силы, кончалось его действие буквально 2 февраля, то есть сегодня, и что же, они надеялись на то, что он будет просто продлен по факту, нет, Байден им предложил на 5 лет продлить, то есть дал им карт-бланш, давайте ребятки, а ведь все мы знаем, что ракеты средней дальности на границах Европы со стороны России, это не то же самое, что и те же ракеты, выведенные в США, да, количество может быть такое, но ракеты откуда-нибудь с американского побережья средней дальности не достигают, они не баллистические, они не достигают территории Европы, она остается открытой, короче, по этим первым же указом и в первый же день сыграл на руку Путину, и более того, буквально в сегодняшних российских газетах, я уже читаю, США намерены снять свои оговорки по Северному потоку-2, то есть, зная, что у Путина денег нет и не будет, зная, что у Путина осталась единственная труба, которая может дать доход какой-то, и это Северный поток, он уже говорит, что о чем нам, мы в обмен на заверение Путин, там прямо сказано, вот, между прочим, эта информация имеет источником людей в окружении Байдена, потому что и сегодняшняя, для того, чтобы не быть голословленным, сегодняшняя интернет-газета, которая так и называется, газета.ру, так вот, она сегодня со ссылкой на людей в администрации Байдена пишет, что Байден потребует от Путина гарантии того, что тот не прикроет кран для Украины, тогда пусть у него Северный поток, течет нефть в Германию, и он получает свои денежки, то есть Байден готов положиться на заверения Путина, вы понимаете, чудовищность такого подхода, Путин, который все свои любые заверения считает игрой против Запада, и переговаривает с Лавровым, скажет наверняка, ну, идиот попался, ну, такого я еще не видел, ему достаточно дать заверения, и он считает, что мы никогда этого не сделали, и вот, что же мы в результате видим, мы не видим твердости, которую якобы проявляла путинская баллонка Трамп, мы не видим никакой твердости, мы видим готовность к уступкам, и эта готовность, я возвращаюсь к той самой теме, которую мы начали, она будет проявляться везде, она будет проявляться и в отношении Бирмы, и во всех других отношениях, поверьте мне, это так, когда засадили Навального, а Европейский Союз, ну, и Америка в том числе, сказала, ну, что же мы можем сейчас сделать, когда он сидит, вот, когда выйдет, тогда мы и поговорим с Путиным об этом, но выйдет он через три года, то есть, это не просто оттягивание, не просто откладывание в долгий ящик, это предательство, прямое предательство демократии, предательство Запада, просто, которое делается под видом таких умилительных аргументов, ну, надо же подождать, когда выйдет, а он никогда не выйдет. Давайте попробуем. В результате поедет туда сейчас, буквально в эти дни, поедет министр иностранных дел Европейского Союза договариваться с Путиным. Вы понимаете, не наоборот, а он поедет на ковер и наверняка приедет с массой заверений путинской. Вот что значит слабый правитель и сильный правитель. Давайте попробуем принять звонок и уйдем на перерыв. Добрый день, пожалуйста, Баш. Добрый день, Сереж. Я вот сейчас слушаю интересную передачу из Европы. Вот у меня вопрос. Я, конечно, как и вы, понимаю Трампа, понимаю, понимаю, что здесь происходит. И вот прихожу к выводу, что если мы назовем леваков и примыкающих к ним, и возглавляющих, и всех вместе взятых сегодня поставивших Байдена, то я бы назвал бы там Путина, здесь бюрократ. И я не знаю, что лучше или хуже. Мне кажется, вот эти, которые здесь, они страшнее и даже тех, которые мы пытаемся сейчас остановить, пишем им письма, выпустите Навального, там Путин, не знаю, понимаете. Все, что показали, показал Трамп, разворушив это болото, говорит о другом, о глубоком, невероятном, что происходит в мире. И они диктуют. Они скоро начнут войны. Это сто процентов. Да? И все будут пихать на русских и на Путина. Они уже, простите, этим Путиным уже замучили весь мир, сделали его великим. Россия как была, так и будет. Я вам так скажу. Я не за Путина, не за Россию. Он для меня враг, потому что он пришел в Донбасс. Но то, что делают американцы и то, что они сейчас будут делать, гораздо хуже. И мы это еще увидим. Давайте. Спасибо за ваш звонок. Они меняют они меняют мыслительный аппарат людей. Прости, Сереж, сейчас скажу. Мой сосед был за Трампа. Когда он услышал неправильно, что якобы Трамп ведет войска, его глаза стали стальными. Он говорит, он не мой президент. У него даже мозгов не хватит, что 20 тысяч солдат окружили, окружили, сели в Капитолий, поставили колючую проволоку. Вы додумайтесь, подумайте, в стране колючая проволока в сердце страны. Вы что, в зоне живете? Окей. Мы вернемся к этой теме буквально через несколько минут сразу после короткой рекламной паузы. Никуда не уходите. Возвращаемся в программу похищения Европы с Ефимом Ферштейном. Вы знаете, что, вот вы говорили о журналистике, о том, что бескребетные, это, как утверждают некоторые журналисты, как таковая просто умерла. То, что происходит, я буду говорить только об Америке, я не очень слежу за тем, что происходит за рубежами, но вот то, что происходит здесь, это стало такой пропагандистской машиной, причем довольно эффективной, довольно наглой, а без каких бы то ни было принципов, без каких бы то ни было ограничений. И еще. Вы помните, когда затевалось вот этот заговор с целью свергнуть Трампа, я имею в виду расследование прокурора Малера, а журналисты и говорящие головы на телевидении все время говорили, вот он своим спецслужбам не верит, а верит там кому-то. Спецслужбы заявляют, что там то-то-то-то-то-то произошло, а Трамп им не верит. Я хочу в качестве премьера привести, то есть я понимал, почему не верит, почему Трамп должен доверять спецслужбам, которые участвуют в заговоре по его свержению. Это первое. Второе, вы помните, этот скандал с Хантером Байденом, с его лаптапом, и как медиа Вашингтон-Пост наперещу опубликовала материал, ФБР владела этим лаптапом, в котором были все доказательства его вины, и как 50 бывших руководителей и ответственных работников спецслужб, подонки, написали письмо, в котором сказали, что все, о чем говорит Трамп, об этом лаптапе, вопрос, который он поднимает, это пропаганда, это российская, так сказать, дезинформация. 50, более 50 бывших сотрудников высокопоставленных наших американских спецслужб подписали это письмо, в котором они утверждали, что это российская дезинформация. Как только закончились выборы, оказалось, нет, это не дезинформация, оказывается, действительно, есть лаптап, но на этом истории не заканчивается. Байден назначил в Министерство юстиции руководителем отдела уголовных расследований штемпа, который был партнером адвоката, который защищал Хантера Байдена от расследования ФБР. Как вам это нравится? То есть, человек, который в партнерах с адвокатом, юрист, а ФБР проводит расследование в отношении Байдена, так вот, его партнер защищает Байдена. Поэтому, когда некоторые у нас тут есть особо одаренные адвокаты и говорят, что вот вина Клинтона, вина Коми и там и так далее, и так далее, это все теория заговора, потому что никто не наказан, никому не предъявлено обвинений. Вот как это все стряпается. Назначаются люди, которые завязаны в дерьме по уши, которые являются подельниками в этих преступлениях, и они должны заниматься расследованием этих преступлений. И вы ожидаете, что будет совершиться правосудие, что виновные понесут наказание? То есть... Сергей, если это риторический вопрос, вопрос обращенный ко мне, то я не ожидаю. Я ожидаю прямо противоположное. Я ожидаю, что они успешно закопают на глубину 10 футов все эти дела, расследования и сожгут их в печечке, потому что когда нет фактов, то расследовать практически нечего. И Байден выйдет чистейшим, будет чистым, как лилия, как говорится, как грусталь. Яркий того пример. Кляйнт Смит, адвокат, который по сути дела придал иной смысл документу. Сделали запрос в СИА, о том, является ли Картер Пейдж эссоц или, так сказать, нет. Ему прислали, да, он работал на нас, он, так сказать, помог там кое-кого посадить из русских шпионов. Этот адвокат переделывает, пишет, не является. Так вот, этот адвокат получил условно год тюрьмы. То есть, из-за таких подон, из-за этого подонка начали, так сказать, это расследование, получили обманным путем разрешения Файза, рекорд на прослушку, на слежку за избирательной кампанией. И он получает один год условно. Сейчас Питер Страк тоже, похоже, вернется, во всяком случае, получит компенсацию за то, что он не работал. В общем, правосудие, одно правосудие существует для демократов, другое правосудие и особо таких демократов высокопоставленных, а остальное правосудие существует для остальных. За меньшие грехи этого, господи, как этого грека, молодой, который был там внештатным помощником на выборах, его засадили в тюрьму ни за что. Майка Флинна, которого пытались засадить в тюрьму, хотя 3.02 протокол говорил о том, что он не врал, засадить в тюрьму ни за что. А люди, которые нарушают, есть доказательства нарушений, живут себе прибиваючи. Так что... все это возмущение, разумеется, мне достаточно близко, эмоционально, но оно никуда не ведет. Тут надо не возмущаться отдельными примерами. Их можно нагрести огромную кучу, огромную кучу, и если бы я сам начинал вам перечислять из самых последних каких-то, то было бы огромный список фальшивых, фальшивых, никогда не подтвержденных сообщений о Трампе, против того, как 4 анонима, якобы анонима, заявили о том, что он надругался над памятью ветеранов и прочее, прочее. Байден уже у власти давно, а имена анонимов никто не знает до сих пор, хотя могли бы казалось. Но не в этом дело, я повторяю, можно нанизывать... Вы абсолютно правы, я просто начал с того, что вы сказали, бесхребетная мидия, так вот, в сегодняшнем Нью-Йорк Таймс или вчерашнем 10 статей посвящены Трампу. Ну, вы понимаете, что это не статьи, так сказать, которые говорят о достижениях во времена правления Трампа, нет, это статьи, где его по-прежнему пытаются облить грязью, 10 статей про... Ну, и что их будет и 10, и 20, вы поймите, вы давно не в той мере, то есть, вернее, не так уж давно, но вы уже не в той Америке. Вы живете в стране, где идет широкомасштабная война против Америки, и против американцев, и против вас, в том числе. Поэтому, когда вы видите, что на вас направлены 100-дюймовые дула всех калибров, форматов, оружия, а вы начинаете там рассказывать, а вот это что-то, ничего не поможет здесь, кроме ясного понимания, что вы в состоянии войны, ведете войну за вчерашнюю Америку, за вчерашнюю цивилизацию, за вчерашнюю парадигму. А они именно то, все, что было дорого, и что составляло суть Америки, сейчас представляют, вот поэтому этих 20 статей в Нью-Йоркетанте, будет еще 20, представляют, как нечто прямо противоположное и готовы переназвать тотальность диктатуру в высшее проявление демократии. Вот все вот к этому только и идет, поймите. Сейчас диктатуру во всех ее проявлениях мы будем называть новой демократией. Вот, что нужно было доказать. Поэтому и весь этот импичмент второй, чтобы Трамп и в импичменте в новом представлении Палаты представителей ясно сказано, что речь идет не о Трампе, но и о всех тех, кто мог бы пойти его путем. Вот кого они отставляют от власти на будущее. Не только Трампа, но и всех, кто были бы ему подобны по образу мыслей, они уже не будут иметь права вообще баллотироваться. Им скажут, ну вот по импичменту принятому тогда и тогда люди подобные Трампу с его образом мыслей не допускаются к выборам. И все, и вы не допускаетесь к выборам. То есть, это совершенно формируется на ваших глазах совершенно новая цивилизация. Цивилизация диктатуры. И не удивляйтесь потом, меня поражает ваш слушатель, который говорит, что Путин не так велик, как из него сделали. Ну, разумеется, все это было сделано достаточно сознательно. Превратили Путина в главного демиурга нашей эпохи, который сажает президентов и снимает их. Все для того, чтобы в какой-то момент тоталитарная диктаторская Америка могла начать открытую войну с достаточно диктаторской Россией. Китай оставим в сторонке, потому что он близок к сердцу Байдена, и фактически тот все это время работал, как говорится, в штабе, который продвигал интересы Китая прежде всего. Поэтому для начала Америка должна будет расправиться с Россией. Или наоборот, тут гарантии нет, потому что Америка очень стремительно идет к закату, и Байден, хотя и является бюрократом, здесь опять же сравнение неправильное. Дело же не в том, кто он, а дело в том, какие силы за его спиной. А сила достаточно мощная. Это и пропагандистские силы, которые вы назвали, и финансовые силы. Вы сами являетесь свидетелем всего этого. Так вот, эти силы имеют только одну цель, и цель это не установление какого-то равенства, цель это установление диктатуры. Она будет проявляться в каждом отдельном случае, и она будет выворачивать наизнанку все слова и понятия. Поэтому, разумеется, все американское станет отвратительным. Вам хотят внушить и внушат, несомненно, человек слаб. Если он способен воспринять 30 тысяч гвардейцев вокруг Белого дома как доказательство того, что это Трамп их туда позвал, это же к смеху, это же вообще вызывает только нервно-паралитический смех услушателя. Это же новая Америка, где границы будут открыты, с нее снесут колючую проволоку, а поставят ее вокруг Капитолия. Охраняться будут только люди вокруг Капитолия, внутри Капитолия. Вот в чем прелесть. А все остальное будет открыто. То есть для чего это делается? Для того, что сохранились только они, а американцы оказались изничтожены вот этими массами неостанавливаемых на границах мигрантов. Все же имеет свою логику, понимаете? Они хотят остаться одни без опасности. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Если есть. Алло. Говорите. Да, я хочу немножко ремарку внести, я говорил перед этим. А вот в первой части наш ведущий из Европы говорил, в мире происходит что-то непонятное происходит, какая-то парадигма меняется, там бунт, там бунт, там свержение. А не кажется ли вам, что это все звенья одной цепи. Как вы сказали, сейчас Байден, он не совсем бюрократ, за ним силы. Он такой же, как они, те силы, которые за ним. И те же самые силы сегодня в Европе, где вы находитесь, где верхушка не хочет уходить и хочет вечно править. И она только знает, как надо. они играются с Путиным, обвиняют Путина, а сами деньги оттуда берут, от Путина, там все, все это одно и то же. Это не стихийные восстания, не стихийные. Это происходит под влиянием такой страны уникальной, которая идет к закату. Это мое тоже ясное понимание. Все идет отсюда. Спасибо. Вы помните, как, ну, то, что называлось теорией заговоров о перемещении капиталов, что Америка как бы уже изживает свой срок, обращают некие финансовые могущественные силы свой взгляд, взор на Восток, и вот за этим последуют какие-то перемены значительные. Ну, все это называлось теорией заговора. А что-то мне кажется, что это вовсе даже не теория заговора. Потому что для того, чтобы сделать вот осуществилась мечта, скажем, Сороса о том над национальным правительством, некое глобальное такое правительство, которое сможет решать все вопросы мировые. Для этого нужно, чтобы, ну, Америка, понятно, будучи мощной державой, независимой державой, ценящей свой суверенитет, и он откровенно об этом сказал, Америка является самым главным препятствием на пути построения нового мирового порядка. Ну, все это, как говорится, вижу понятно. Почему заговор? Потому что это одно из выдернутых наизнанку названий или терминов политических. Разумеется, одно дело, когда вы говорите о заговоре, о заговоре в связи с тем, что вы верите в теорию космической цивилизации, которая нас посетила сейчас, обжелась в наших телах и прочее, и прочее. А совсем другое дело, когда вы этим словом называете нормальное подозрение, политическое подозрение в каких-то договоренностях, в каких-то совместных действиях, выработанных за спиной общества. если вы назовете это заговором, только, разумеется, вы можете такого человека не принять вообще в дискуссию, он не заслуживает полемики. Ведь именно так формулировал вопрос телевизионный канал CNN, когда ему сказали, модератору сказали, что, ну ведь, поймите, есть же миллионы доказательств, он сказал, нет, суды эти доказательства не принимают, и почему? Потому что суды принимают только реальные дела, а вымыслы, как он сказал буквально, не заслуживают перепроверки фактов. Понимаете, не заслуживают перепроверки, поэтому суд, если считает какое-то положение, скажем, сведенское показание о фальсификации, если суд считает это вымыслом, он вообще не принимает дело к рассмотрению, потому что такие дела не заслуживают рассмотрения или перепроверки фактов. А без перепроверки фактов мы оказываемся в мире навязываем их мнение, и вот сказано нам, что все правильно и было так, и все, и нет возможности с этим полемизировать, потому что вы сразу можете быть обвинены в заговоре, в том, что вы конспиролог и сторонник теории заговора. Абсолютно. Вы абсолютно правы. Здесь тут просто сила солому ломит. Если не противопоставить этой достаточно мощной силе другую силу, если американцы, которые сейчас на первой линии фронта сопротивления вот этому, этому чудовищному варианту новой цивилизации, назовите его новый порядок, как хотите, ведь в слове новый порядок ничего нет, это пустое звучание, пустое словосочетание. Что такое новый порядок, в чем будет порядок, почему он новый, по отношению к чему. Но если вы переназовете вещи другими именами, если вы докажете, что свобода последняя в ряду, первая там, допустим, равенство, братство вообще отметается, потому что непонятно, что такое брат вообще на сегодня, но главное это равенство, то достаточно снять свободу с повестки дня, и вы все, вы уже там, вы уже в Орвеловской культуры. Он заканчается войной. К сожалению, времени больше не осталось, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. До встречи, привет вашим слушателям.